В четверг с рабочим визитом в администрацию Кашхабльского района прибыл вице-премьер Республики Адыгея Вячеслав Сапьев. В кабинете главы района собрались заместители и начальники основных отделов администрации района. Открывая встречу, Вячеслав Дальчиревич отметил, что по поручению временно исполняющего обязанности главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова проводятся подобные встречи во всех районах республики. Их целью является анализ социально-экономического состояния районов и городов республики. Речь идет в первую очередь, конечно, по инвестициям, по экономике, соответственно, по наполняемости бюджета, по участию района в наших инвестиционных программах. Все у нас с собой есть. Хотел бы послушать ваше видение, как можно было бы придать импульс собственной экономике, инвестициям и так далее. Безусловно, нас интересуют все формы, начиная от малого бизнеса, заканчивая средним и крупным бизнесом и так далее. Задача стоит в 2017 году придать импульс к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы в районе, говорит вице-премьер. И, безусловно, результатом этой работы должно стать улучшение качества жизни жителей районов и в целом республики. Что касается той работы, которая предполагается, значит, хотелось бы более тесно взаимодействовать в район. Вот то, что я вижу на сегодняшний день с министерствами, с федеральными органами. Моя задача как раз кормить эту работу. Касается Минэка, Минфинансов, Минстроя, Минсельхоза. Ну, собственно, любых комитетов, которые занимаются и в той или иной степени связаны с развитием экономики и финансов, готовы рассматривать, взаимодействовать, продвигать интересы района и так далее. Отдельно хотелось бы остановиться. То, что мы здесь сегодня видим, мы хотим, чтобы в этой стратегии мы учитывали специфику района. Получить некий такой документ, который позволяет практически решать те вопросы, те проблемы, которые отдельно есть в каждом районе. Безусловно, то, что мы сегодня видим, собственно, и структура экономики, и проблемы в Кашигабльском районе или в Тахтамукайском районе, они чуть разные. Или в Майкопе, или в том же Майкопском районе, где мы упор делаем на развитие туризма, ну и так далее. Программа должна учитывать местную специфику именно района. Вот здесь от вас будет зависеть, насколько вы активно, значит, в этом поучаствуете. Суть в чем? В том, что под это потом будут выделяться финансовые средства. Вы должны получить такую программу действий, которая будет позволять в 17-м, в 18-м, в 19-м планомерно решать те вопросы, те проблемы, которые стоят конкретно перед Кашигабльским районом и его жителям. В своей речи Вячеслав Сапиев особо отметил Кашигабльский район. Он сказал, что наблюдается хорошая динамика роста и что очень важно сохранить ее в будущем. В целом, если вот так подвести итог по 16-му году, по всем показателям, Кашигабльский район имеет положительную динамику и тенденцию. Очень хотелось бы это сохранить в 17-м году и также закончить этот год. Что нужно для этого делать? Вот цель вообще сегодняшнего нашего совещания. В процессе совещания были засушены заместители главы и начальники управления администрацией. В завершении было отмечено, что подобные встречи будут носить регулярно. Продолжение следует...